В областной столице прошло 35-е заседание Самарской губернской думы. На повестке дня 14 вопросов, в том числе 10 проектов законов Самарской области. По-прежнему одним из приоритетных направлений остается помощь участникам специальной военной операции, добровольцам и членам их семей. На территории региона реализуются различные меры поддержки, единовременные выплаты, компенсации за коммунальные услуги, освобождение от уплаты транспортного налога, юридическая помощь, а также возможность бесплатно получить земельный участок. Эти вопросы в постоянной работе приводятся в соответствии с федеральным законом, разрабатываются региональные инициативы и вносятся уточнения с учетом мнения людей, с учетом анализа ситуации, мониторинга реализации на территории области. Также на заседании были внесены изменения в федеральный закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Напомним, Самарская область еще в 2022 году опережающим правовым регулированием ввела нормы поддержки жилищный сертификат. В 2023 году был принят федеральный законодатель, который регулирует данную норму. Поэтому в связи с этим наше региональное законодательство мы приводим в соответствие. И напрямую выдача жилищного сертификата теперь будет регулирована федеральным законом. Эта мера получила достойный уровень финансирования. На период с 2024 по 2026 годы в областном бюджете предусмотрено ежегодно по 45 миллионов рублей. Специалисты отмечают, законодательство не стоит на месте. Депутаты оперативно реагируют на изменения во всех сферах жизни, принимают актуальные законы. Ксения Баканова, Игорь Казановский, События.